всем привет дорогие друзья с вами роман канал mobile review и вот такая вот здоровенная колонка x8 pulsar от компании вайп то есть это самая здоровая колонка их самая мощная их колонка и если вы посмотрите в магазинах подобные вещи то окажется что это еще и чуть не самая дорогая колонка ну все по порядку да значит что здесь есть один низкочастотный динамик который находится снизу то есть вот там внизу это 12 дюймовый низкочастотный динамик 2 динамика среднечастотные ну вот такой вот восьмерочка они представлены и 2 динамика высокочастотные 3 дюйма а среднечастотные это 8 дюймов интересно что если мы посмотрим на другие колонки где 8 дюймов есть то там они низкочастотным представлены а здесь это среднечастотные потому что у нас вот такая вот мощная акустика мощность естественно rms это 480 ватт да эта колонка предназначена явно не для маленьких помещений для маленьких квартир если у вас есть особняк пожалуйста вот эта штуковина вам как раз и подойдет но или там на рэйве вечеринки ну таком небольшом клубе может быть вы будете давать какой-то концерт ну естественно такие вещи будут приобретаться именно тем кто там допустим исполняет что-то на гитаре поет так далее ну вот ну то есть на большую аудиторию хотя я не знаю может быть вы возьмете себе ее в дом в квартиру и будете просто сотрясать стены об этом наверное поговорю попозже частотный диапазон классический 40 герц 18 килогерц внутри стоит свинцово-кислотный аккумулятор да вот так все необычно полный заряд примерно где-то за шесть с половиной семь часов и работает эта колонка соответственно 220 вольт по кабелю либо без кабеля я аккумулятор тогда тянет ее ну приблизительно в восемь часов там на разной громкости очень сложно было понять потому что колонка очень мощная на сто процентов и и не врубишь надолго да вот поэтому как то так bluetooth версии 53 здесь можно установить флешку есть в комплекте переходничок специальный на тайп си комплект вот такой вот так вот он запакован то есть вот здесь вот флешка инструкция кабель 220 вольт ну в общем все классически дальше 480 на 1058 на 508 миллиметров то есть это такая не маленькая колонка вы видите что она больше чем мой рабочий стол даже если ее так вот на пол положить но самое главное вес 33 килограмма возможно вот к сожалению у меня весов нету электронных неважно мне кажется что она даже больше весит то есть и и очень тяжело поднять благо вот там можете заметить есть колесики и ручка и вот соответственно за колесики и ручку вы тянете и передвигаете ее но вы знаете это такое удовольствие не для всех здесь уже нужно мышечную массу приличную иметь ну что ж давайте теперь познакомимся с управлением я вам покажу какие кнопочки здесь есть и крутилки управление такое же принципе как и у предыдущих моделей здесь теперь плоская грань не выпирающие кнопки выглядит неплохо здоровенная крутилка есть тактильный ход вы ощущаете передвижение такой щелк 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 очень приятно кнопки понятные кнопка питания переключение подсветок сопряжение в стерео системы если вдруг у вас есть еще одна такая же колонка не дай бог в квартире ух будет система вот соответственно сопрягаете у вас будет две колонки работать менюшка режим переключения там bluetooth на флешке и так далее здесь есть демо режим play пауза переключения nitro bass и эквалайзер nitro bass как обычно включают супер глубокие низкие частоты эквалайзера можно по переключать уже готовые пресс там всякие классика поп музыка рок ну и так далее в принципе интересная вещь удобная много басов по переключали получили какой-то свой интересный звук включение кнопкой питания то есть зажимаете есть подсветка подсветка и у кнопки громкости к сожалению вот не реализовали подсветку громкости так чтобы было понятно какой у вас уровень вот например в минус я не слышу сколько мы в минус выкрутили но в большую сторону и бум бум это значит мы выкрутили на максимальную громкость но можно было как-то реализовать там типа вот сюда крутишь зелененькая сюда крутишь красненькое заполнение чтобы было понятно же иногда я так вот включаю и дом баба и все и стены начинаются трясаться если еще и в nitro bass это там вообще всем конец наступает ручка вот она видите там такая оранжевая вставка можно сюда поставить планшет смартфон все что угодно там внутри мягкая такая подложка и пожалуйста управляйте здесь диджей ствете скажем так с обратной стороны эта конструкция выглядит таким вот образом снова ручку вам показываю довольно широкий такой хват здесь находится элементы входа выходов и 2 юсб тайп си 35 миллиметра большие разъемы там под всякие гитары прочее здесь есть индикатор заряда и соответственно 220 вольт подключаете для заряда аккумулятора здесь можно через тайп си подключить каким-то устройством чтобы зарядить их вот один ампер ток здесь и фазоинвертор огромный он куда-то туда вверх уходит но и он собственно качает когда низкие частоты появляются конечно сотрясается все как вы можете заметить здесь появилась подсветка не только по бокам но и фу подсветка то есть полностью светится вся панель кроме того светится восьмерка а еще теперь есть подсветка снизу вы видите что под колонкой есть свечение кроме того есть и два стробоскопа на один находится внизу другой находится сверху и вот эта вся история работает вот таким вот образом конечно же можно переключать разные различные варианты подсветки вот эту восьмерку можно менять и красный там зеленый цвет синий и так далее вы можете кнопкой соответственно управлять либо вы можете в приложении все это делать вся боковая часть тоже подсвечивается вы видите вот эти две полосочки справа и слева соответственно нижнюю часть вы не можете прямо так точно отрегулировать но это все работает в такт музыки все красивенько подсветка относительно яркая на свету может быть не так сверх хорошо видно но тем не менее вот так вот чуть стемнело и все супер и также могу отметить что стробоскопы вы собственно и видите как стробоскопа работают вот так вот они вспыхивают красивенько и симпатично дальше едем значит про музыку непосредственно мы должны поговорить здесь два динамика но уже сказал среднечастотный вот они на вас смотрят тут же есть высокочастотные динамики там не указан конкретный диапазон характеристиках сколько они ну в целом получается вот от 40 до 18 от в от 40 герц до 18 килогерц ну и низкочастотный конечно здоровенный все-таки 30 сантиметров то есть 12 дюймов должен качать но я вам сейчас это продемонстрирую собственно открываем музыку я использовал композиции бесплатные на гугле вы наверно сейчас заметили грохот резонанс не знаю как это на петельку слышно но вот у меня в общем все тут грохотала резонировала вот такая вот мелодия давайте следующий послушаем если вы слышите какой-то странный призвук вдруг да то это не колонка виновата это резонанс всего что тут есть все шкафы я не знаю какие-то вот статуэт очки все что здесь есть фотографии которые висят на стенах все это максимально дрожит и люфтит скажем так вот видели как там занавеска дергается это еще половина мощности а ну что могу сказать даже вот этих мелодиях круто что есть классные высокие частоты они действительно здесь отделяются потому что все таки у нас целых три системы до для н ч в ч с ч вот и здесь это четко чувствуется если бы производитель убрал бы например средние частоты звук был бы некрасивым было бы много баса и слишком много верхов и вот голос плохо бы передавался бы вот это вот вся история была бы некрасивой или например оставили бы средние частоты и басовик это же вот вот не хватило бы тогда вот этих сибиллиантов циклок и так далее за которые мы иногда любим там каким-то рок партии и прочее поэтому здесь есть баланс средние высокие низкие частоты они вот все разделены и ты это понимаешь давайте что-нибудь еще посмотрим вот такая композиция если вы слышали она звучит грязно но она так записано то есть это не динамики так звучат а именно такая вот запись под старый рок как будто типа с кассеты она такая не очень качественная но опять же если мы вернемся к предыдущим мелодиям цикл цикл как классно идут вот делал потише то есть эта колонка может звучать тихо а может звучать но прямо нереально громко сейчас вот тихо звучит никаких проблем ничто не сотрясается если вы вдруг там скажете а как же будете на так гремит что у тебя там все падает но все падает и здесь имеется в виду техника стулья столы и так далее ну и конечно добавляем громкости сейчас я попробую включить вам нитро бас и вот показать хотя бы на примере мои шторы сзади насколько он качает запускаем композицию ну без нитро баса включаем ну в общем это было конечно впечатляюще потому что играет эта колонка конечно просто жесть хорошем смысле этого слова ну что ж давайте по переключаем цветовые эффекты но во-первых нажатие до переключает у нас восьмерку цвета нажимаем зелененький голубенький синий код фиолетовый красный ну и так далее ну и соответственно во время воспроизведения длительное нажатием бум у нас вся подсветка горит еще нажимаем ну что-то тут изменилось но нужно поставить мелодию давайте включим нитро бас убираем чтоб соседи сильно не пугать вот такая подсветка вот так вот еще а вот так повеселее ну и вообще вырубили мало ли может вы страдаете эпилепсии вам это все не нравится прикольно вот вам эквалайзер световой тоже симпатично крутилкой можно громкость это на максимуме убираем и можно через телефон тоже громкость подбавлять что могу сказать в общем и целом звучит колонка конечно круто в первую очередь за счет баса вот те кто любит бас очень низкие частоты чтобы прокачивала по полной программе это вот как раз таки колонка для вас я откровенно скажу ожидал что это просто будет какая-то большая колонка с какими-то бюджет ненькими динамиками то что там есть н ч это будет ну так знаете лишь бы просто маркетинговая большая колоночка и все но слава богу что у нас произошла реальная история что действительно качает действительно круто качает действительно громко играет басы вам не нужны берем эквалайзером переключаем убираем нитро эквалайзер в ноль ну и тогда просто у вас будет колонка громко работать и нравится низкочастотник вот пожалуйста врубайте по полной программе вот эти нитро и прочее и тогда конечно все будет супер очень хорошая вещь на какой-то вот не слишком большой зал чтобы этот зал сотрясала все я здесь вообще не утрирую я вот просто не могу вам продемонстрировать насколько все ходуном ходит когда играя на прошу резонанс такой бешеный что у меня даже за стенкой там начинают всякие стаканчики перемещаться но в общем колонка прикольная цена 75 тысяч рублей я считаю что ну наверное дорого как-то дороговато потому что я видел всякие джибели похожие там в районе 65 тысяч рублей ну marketplace of у нас сейчас полно везде можно все что угодно найти на озоне маркетитами за мега маркете поэтому просто считаю что ну чутка дороговато и второй момент это идет по минусам второй момент она крайне тяжелая я наверное бы поверил что здесь 33 но я ее не могу поднять вот просто в обхват я ее не могу поднять передвигается она тоже попробуйте ее передвигать даже колесиками там через пороги и и там не провезешь это прямо надо пыхтеть я не знаю как ну собственно на этом все из минусов потому что больше здесь ничего такого не обнаружил корпус классный он мощный это не какая-то там кусочек пластика непонятного подсветка красиво играет громко работает в принципе долго но я не знаю кто будет заморачиваться и восемь часов без сети и и использовать все-таки надо мне кажется такую вещь подключать в 220 вольт и использовать ее по полной программе ну собственно все все что хотел вам рассказал прикольная штуковина конкуренты есть и джибель всякие там по моему 710 они по моему носим на 800 ватт есть там и другие модельки джибель а есть соньки различные но они тоже какой-то компромисс везде здесь ну мне кажется интересно сделали но минусы тоже есть всем большое спасибо пока